Новости экономики на Кубань 24. Это расширенный выпуск деловых фактов. В студии Кристина Пьяных. Здравствуйте. Центральный банк прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 8%. Об этом сообщил первый зампред-регулятора Дмитрий Тулин. Люди устали вести аскетичный образ жизни и берут кредиты, чтобы хоть как-то поддерживать уровень потребления. Именно поэтому Банк России не намерен решать проблемы с помощью запретов или ограничений. Регулирование будет производиться иными методами. У нас небольшой сейчас сбой на эфире произошел. Мы на самом деле хотели выдать другую цитатуру Дмитрия Тулина. Вот как она звучит. У меня есть все основания полагать, что в течение трех лет при отсутствии каких-то уж чрезвычайных внешних непредвиденных шоков мы спокойно этой цели добьемся. Будет где-то 8%. Юлия, вот как вы считаете, что имеется в виду под этой формулировкой отсутствия внешних непредвиденных шоков? Складывается впечатление, что Центральный банк заранее объясняет, почему не получится достичь ставки в 8%. Добрый день. Спасибо, Кристина, за вопрос. Буквально в двух словах. Действительно, в феврале было очередное послание президента Федеральному собранию, в рамках которого он озвучил несколько предложений, касающихся рынка ипотечного кредитования. Это и установление льготного периода по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредитования. Действительно, эта инициатива уже внедрена и работает. Второе. Увеличить, ввести, вернее, ипотечные каникулы для заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. Буквально в мае были внесены изменения в федеральный 102-й закон. И как раз-таки то, о чем вы сегодня говорите, 8% это цель, которую поставил президент правительству. Сказать, что нам объясняют, что этого, скорее всего, не будет. Я бы так, наверное, не расценивала. Почему? Потому что этот процесс небыстрый. И история жизни ключевой ставки на нашем рынке подтверждает этот факт. Давайте вспомним 2014 год, когда в конце она у нас взлетела. И мы пришли к комфортной ставке по ипотеке в 9% к концу 2017 года. Поэтому 3 года это, наверное, наиболее приемлемый срок. Почему? Потому что в первую очередь ставка по ипотеке зависит от ключевой ставки. От ключевой ставки напрямую зависит от уровня инфляции. И так дальше можно рассматывать этот моток. Уровень инфляции зависит от множества факторов, в том числе и внешних. Вот да. Что это за внешние факторы? В том числе и внешних. Внешние факторы традиционно одни и те же. Это взаимоотношения с Западом, санкционные ожидания, стоимость цен на импорт, цены на нефть. В конце 2018 года, как раз таки, когда отмечалось их снижение, это было одной из причин повышения ключевой ставки. Цены на нефть, ослабление рубля. Это вот то, что касается внешних факторов. Если говорить о внутренних наших факторах, то чтобы далеко не заходить, вспоминая даже конец 2018 года, когда было принято решение увеличить налог на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов, это безусловно ведет к повышению цен. Повышение цен – это рост инфляции. Все, кстати, очень сильно боялись, что рынок неблагоприятно на это отреагирует. Да. Более того, в конце 2018 года многие аналитики серьезные нам прогнозировали уровень ключевой ставки на уровне 8-8,5. Мы сейчас с вами имеем 7,75, прошу прощения. Это получается, что повышение по совокупности на 0,5 процента. Это вполне себе комфортный уровень. Сегодня мы имеем средние ставки в районе 10,5-10,8,5. Это средневзвешенная ставка. Это уровень 2014 года, то есть тот год, в котором мы вполне себе комфортно работали. Если продолжить, как вы говорите, разматывать клубок, получается, Центральный банк дальше будет вынужден снижать ключевую ставку, чтобы вслед за ней, в том числе, и упали ипотечные. Сказать, чтобы он был вынужден, каким образом происходит. Вот ближайший пересмотр ключевой ставки будет 14 июня. В первую очередь Центральный банк, анализируя все финансовые показатели в стране и прогнозы по внешней политике, он устанавливает прогнозные ожидания по инфляции. То есть они у нас были в начале года 5,5. То есть сейчас 4,7 вы уже озвучили. То есть идет снижение. Это здорово, что мы к началу второго квартала движемся, видим динамику по снижению. Поэтому если будет 14 февраля озвучена прогнозная инфляция в районе 4,2, то сегодня уже есть серьезные основания полагать, что ставка ключевая не поднимется. И мы даже рассчитываем, что на 0,25% она опустится. 8% мне кажется, еще примерно в прошлом летом мы были очень близки к этому показателю, а потом что-то произошло и ставки ипотечные начали расти. Давайте напомним, что произошло тогда с рынком. Да, в прошлую нашу встречу в январе мы очень подробно об этом говорили. Поэтому сейчас повторюсь, что произошло. Ну, небольшой прям очень коротко экскурс. Начнем с того, что 2018 год был рекордным по темпам выдачи ипотеки за всю историю существования ипотечного кредитования в Российской Федерации. При этом Центральный банк отметил рост доли ипотечных кредитов с минимальным первоначальным взносом, а это на фоне отсутствия роста реальных доходов населения большой риск. Плюс произошло повышение налога на добавленную стоимость. Опять же, я повторюсь, рост цен, рост инфляции. Снизились цены на нефть, критическая у нас заложена цена в 60 рублей. Стоимость приблизилась к критической и так далее. Инфляционные ожидания. Это все привело к нестабильной экономической ситуации. А ключевая ставка является основным инструментом вообще урегулирования этой ситуации и влияния на инфляцию. Поэтому Центробанк принял решение о увеличении, но оно было незначительным. Просто это имело какой-то эффект, резонанс общественный. Это было не то повышение, как в 2014 году на 10% пунктов. Это 0,25. Это носило больше регулирующий рынок характер. Что, собственно говоря, мы сейчас и видим, что и произошло. То есть, если в конце 2018 года мы заметили определенное снижение спроса на ипотеку, все заняли выжидательную позицию, что же будет дальше. И вообще, что будет. Такие какие-то тревожные были настроения. А людей это отпугнуло? Уменьшились ли темпы выдачи ипотечных кредитов? Да, я как раз о том и говорю, что 4 квартал 2018 года, он был, не то чтобы неожиданно, но он был значительно более слабым по выдаче. А традиционно вообще конец года по ипотеке мы наблюдаем бум. Сейчас можно сказать, что первый квартал населения наблюдало, наверное, за этой ситуацией. И к концу, то есть мы наблюдали где-то середина марта, произошло, скажем так, люди стали обращаться. То есть мы вернулись, наверное, к темпам 2018 года. То есть увидели, что ставки не растут. Есть даже тенденция к снижению. Более того, некоторые банки предлагают интереснейшие условия по рефинансированию кредитов. Это можно сделать буквально на следующий день после того, как ты взял в одном банке кредит, в другом ты его можешь уже рефинансировать. Но опять же, давайте не забывать про ипотеку с господдержкой. Те самые 6%. Безусловно, это речь идет о определенной категории граждан. Не все граждане смогут взять ипотеку на этих условиях. Но тем не менее, 6%. И в эту программу включился уже ряд банков, которые дополнительно субсидируют еще. То есть сейчас даже эту ипотеку можно взять под 5%. 5,5% в зависимости от банка. То есть банки начали между собой конкурировать. Спасибо большое. О том, что в ближайшие три года ипотечные ставки достигнут 8%. Мы сегодня говорили в программе «Деловые факты». На студии была Юлия Планкова, руководитель Центра ипотечного кредитования компании «Крокус» и «Партнеры». Эфир телеканала «Кубань-24» продолжается. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok